здравствуйте добрый вечер добрый вечер добрый вечер здравствуйте сейчас мы должны не пропустить геннадия геннадий так пунктуален здравствуйте добрый вечер геннадий здравствуйте геннадий ничего другого я и не ожидала как барселина привет здравствуйте как ты я с большим энтузиазмом меня как-то миланская тема нами обозначенная но послушай телефон не как это называется не замолкал до весь милан но не только милан ты же знаешь все наши приятели даже те кто не живут в милане всегда над ним пролетают поэтому пролетавших было так же много как тех кто кого жизнь достала в милане меня как-то режет нет я должна быть не знаю что еще можно сделать так получше да да хорошо но немножко чай не пью чай поставим сюда символ милана мая обычно распускаются все эти картинки если ты помнишь в таких тенистых тенистых улочках чай отставляем теперь уже не чай мы написали с тобой красиво опера по-милански но это и есть милан встречаться на аперитив верно но мои модные подруги называют это теперь не опера они говорят давай пойдем на боличине на боличине на пузырьки это да теперь никто не говорит аморе помнишь как раньше все говорят аму и еще больше да бонди аму и боличине поэтому мы с тобой абсолютно покажи свои боличине у меня боличины и как раз миланские но ты в тренде ты в тренде из ломбардии франчакворда ты знаешь тот человек сердце как сердце в саду которого забыто я ему позвонила дала ему комплименты сказала ты как плейбой настоящий не настала ему называть джиголо или какие-то такие фильмы которые прекрасно миланских подъездах сняты это было бы сложно когда он услышал такой эпитет он сказал подожди я сяду не знаю что будет дальше я скажу мне если бы я приехала внезапно сейчас милан и мы пошли с тобой на опера чтобы мы чтобы ты выбрал но он сказал что ему надо подумать так смущенно должен спросить у моего сан-ин-ло у кардиолога своего спросите но уролог кардиолог вряд ли нет это дорого он сказал ну давай у степсана я твоего спрошу моего приемного сына как он называл эдуадо и он теперь стал тоже светским таким щенком и понимает винах и водит подружек на аперитивы но знаешь что я сделала я залезла в свой телефон потому как хоть и редко я бываю в милане но без боличине не обходится и я тебя просто прочту что я знаковые моменты ну те которые можно было запомнить есть такая привычка ты наверно блюдо а я этикетку сервис как все красиво подано какая классика как это вообще без этого жить невозможно и что я прочла из боличины именно это было это было розе бироза это было фредерико секундо миланцо это было альмерита розе это уже сицилия и еще была прекрасная прекрасная бьянко динера так что итальянцы тоже стараются но ни на одном из кадров не был запечатлен не была запечатлена бутылка шампанского в милане я провела время я взяла всю свою картотеку и я помню что открывалась царин как ты помнишь это прекрасный 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 купаж такой малиново бордовый этот тарин красиво поэтому поэтому естественно и в телефоне я так отвлеклась и я на самом деле знаю что подумала что наверное милан это город где мы с тобой встречались чаще всего ну возможно да да но явно чаще чем в москве и явно чаще чем к сожалению не чаще чем в петербурге к сожалению и как ты помнишь мой первый ник в инстаграме который ты мне завел и был ирис до милана почему ирис потому как ирис мой любимый цветок я знаю что он принадлежит и это символ и лилия символ флоренции но тем не менее в моем саду помнишь всегда были ирисы и ты подарил мне прекрасный парфюм а не гуталь и это был ирис и это был ну один из моих любимых ароматов годы скажу тебе честно я потом тебя подражала и докупала просто что очень легко поэтому действительно отвлек меня телефон и я подумала что же мне нравится в милане больше если бы мы с тобой сейчас попали в милан одна нет одна если бы мы с тобой попали в милан пошли мы бы туда где у нас видел весь город или пошли бы мы сели в какой-нибудь секретный уголок чтоб никто не уволок и и список этих мест он прямо знаешь вот так на меня повалился 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 и я сначала стала записывать и естественно очень много воспоминаний я не знаю как я после переключилась на частный курс после нас потому как я вообще готова только к поездке в милан и на самом деле один из моих любимых баров там мы точно с тобой еще пока не сидели это внутренний двор как все в милане самое красивое во дворе и не на тартоне не на зона тартона и не в навиге даже а вот даже обезьяна открывает апперитив более чина и это мандарин мандарин ориентал знаешь во дворе так ты этот прекрасный японский японский клён и мне очень нравится этот бар в непогоду когда похолоде когда прохладно на улице и ты я знаю пьешь из савиньоновского бокала из бордо а из бордо там сервируют дринкс по фармазете да по милански потому что папа фармазете все это придумал в милане он стал для шура мария шура мария это жена порядочного миланеза так ее зовут ничего к александре никакой шура и вообще не имеет никакого отношения это сленг это образно говоря жена достойного миланца она всегда хотела иметь платки из шелка и фармазете стал им это разрисовывать этого папа начал и сейчас все что мы закупаем это все разные другие истории кто кого рисовал ты знаешь все прекрасную лину кавалери все эти истории потом фармазете мы знаем где он ужинает правда остается только выбрать одно из двух наших и его любимых мест как нам присоединился мы должны помахать и на секретово да который неоднократно в милане поднимала бокал боличины ты поверишь что я не знаю о боличине у меня сложная история я взяла именно боличине потому что я не хотела я знала что у тебя всегда будет что-то шик посмотри какой янтарный напиток у тебя в руках а у меня будет вино фризанты это как раз это как раз самое нежное пена пузырек да это тревиза город который ты тоже любишь я думаю что это была одна из твоих первых италий тревиза бенетон нет это было в мою первую поездку в милан просто просто этот ку пожалуйста это вообще не а ты знаешь засвечено не вижу а вижу теперь вижу конторини да и это фризанты это очень демократично это просто и это никого не должно насторожить и единственное что я сфотографировала эту бутылку и послала саверию чтобы узнать как ее правильно открыть он сказал что мне нужен штопор поэтому сейчас я попробую одним аж на бра там давление не настолько большое что вылетала два с половиной два с половиной три где-то так ты знаешь что и есть еще вот в зоне франчакорта да где выпускается вина вот типа того что я пью это это намного сложнее чем шампанский шампанский но это это тот же самый метод что и шампанское это метода классика я не буду открыть а я понимаю так вот среди франчакорта есть такой у них кроме обычных понятных нам брюса секу и так далее у них есть так называемый сатэн возвращайся к нам а так вот сатэн то есть по русски я просто боялась чтобы все моя тут не только фарназетти но и трофеи моего дома не провалили с половиной три так это все выглядит сатэн это блан де блан да очень-очень-очень нежным пузырьком сатэн это атлас по-русски да и вот там давление четыре с половиной вместо шести атмосфер можно тост да вот за имя секретово за то что мы последний раз не веселились в париках фото сделано тобой это была даяна мачестик даяна гаден никто больше ни один аккаунт в италии водки у меня не покупал это было абсолютно ручным стандарт всегда party и помнишь какие шикарные времена мы да это был исторический кадр и он сохранился знаешь не так много печатных фотографий спасибо гена и на боли чини я надеюсь сколько сколько знакомых и сколько историй было в этом этом большом эркере с роскошным садом макнолли помнишь валерьяну который был директором не шумите не вот здесь не шумите здесь живет владелец он все видит это же профит это это арендатор владелец нет профит владельца не зависит от нашего от наших вечеринок но это было действительно красиво да а если кто-то бывал милан и знает или не знает отель диана мажести который управляется шаратоном я когда писал книжку вот это это первое издание как раз или второе но в общем первое было с а книжку про милан и я местных у тебя уже не первое у тебя второе третье или какое-то еще она 5 5 изданий было и я думаю что это какой-то прописаны секретные адреса дополнено что в следующий тираж уже вошли так вот я опрашивал местных миланцев миланезы да какие-то самые по их мнению интересные места и мне несколько человек сказали что ну у нас есть тайное место сад отеля диана мажести и тогда конечно пошел туда стал исследовать встретил там стариканину чарути который жил все время там на пятом этаже а и там вообще говоря помнишь там же был офис потом у тома города во времена гуччи в саду дианы а и это конечно такое легендарное место это первое публичное бассейн города милана который был потом преобразован в гостиницу и собственно в саду был бассейн поэтому а это единственная гостиница с таким садом не с сад булгари неплохо да но сад булгари нет этой стусовки нет истории нет нет этой атмосферы конечно это виали пиавы и все это абсолютно было конечно это были дивные времена угол в жердине публичи помнишь это было это было очень красиво этот трамвай там же там же твой этот портной опять забыл как тяни компания теперь компания да там же джигала снималась там же я любовь там же все снималось ты миа море все там снималась все в этих арках вся жизнь и я как ты помнишь всегда свия бьянка мария пьянка и туда насквозь всегда через эту галерею проходила и это вот моя тропа и девушки вчерашнего ужина помнишь девушки с брейры помнишь как я залезала в экран чтобы подсмотреть через их окно которое просвечивало на экране узнать улицу они сказали гарибальди я знаю где эти дома по повелить по высоте то что я снимала много квартир в милане всегда искала сама подсказка была впервые только брейра это был такой код потом я поняла что жизнь между районом брейра и чардини публиче это идеально для владельца собак и там я всегда и обитала поэтому поэтому на самом деле здесь можно взять сколько хочешь тем хочешь верблюжье пальто хочешь парсалина хочешь хочешь опера но если мы уже начали с опера но вот скажи если бы сейчас оказались милане куда бы ты меня пригласил на опера не пригласил куда бы мы пошли ты знаешь у меня вот так сейчас я думаю есть ли у меня какое-то прямо вот совсем любимое место я конечно каждый раз я захожу в родецкий да браво это на моем листе тут надо рассказать нашим слушателям зрителям о том что вообще говоря милан знаменит своей традиции аперитива примерно в пять пять тридцать шесть все бары открываются и на стойках всех бар стоит огромное количество бесплатной закуски это миланская традиция в принципе если вы это ты буфеты 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 бесплатно и бары соревнуются друг с другом в роскоши этой закуски в принципе когда когда я приезжал в милан у меня было с собой не так много денег чтобы позволить себе каждый вечер ужинать я с большим удовольствием я отправлялся в какой-нибудь бар брал себе стакан просекку или типично миланские компари содовый или еще что-то в этом духе и дальше я мог весь вечер ну в течение там часа полутора я мог так на и напихаться этими бесплатными закусками высочайшего качества уже никакой ужин не нужен был так это совершенно нормально это еще собак угощают я говорю но зачем собакинга так он и не узнает что мы с тобой едим и я думаю что ему вина или просекку поставить мисочку потому что это все зависают это общее итальянская просьба традиция но нигде как не в милане нет такой роскоши и нет такого не однако миланскому аперитива потому что как мы уже говорили милан это не италия и не столько италии не это мы знаем что это второе привлечение город италии что это крупнейший аэропорт италии что это крупнейший торговый центр италии что это центр средств массовой информации италии все газеты что это огромный железнодорожный узел и так далее так далее и это промышленный центр и но бланк и это фэшн конечно турная жизнь центр центр моды итальянской все показы не говорим о бальта мода говорим о прет-а-порте они конечно же миланские компании и конечно это иль квадрилатэра де ла мода квартал моды между спигой монте наполеоне и виа венето этот треугольник или квартал или трехугольник который виа джизу и так далее заперты эти огромное количество магазинов которые каждый раз приезжает и обнаруживаешь что эти магазины уже снова перетасованы снова уже арместан дольче габбана сям армани переехал ральф лорен закрылся этот туда этот сюда это постоянная жизнь и мы-то помним еще времена когда в воскресенье этот квартал замирал когда магазины были закрыты потом стали открываться одиноки а сейчас то все это работает и уже чуть ли не круглосуточно это все превратилось конечно то есть понятно что не сейчас а мы говорим о до кризисных до вирусных временах но для меня главное конечно это миланское это чувство жизни миланское искусство аперитива миланское искусство взглядов смол ток белые рубашки запонки ботинки голая нога мотоцикл и шлем а у кого как лежит шлем кто как сел у кого как мышцы и мускулы кого как зовут у кого какая собака у кого какое все что угодно но я бы напросилась куда бы мы если бы ты даже начал ты даже по началам с классики я бы все равно просила тебя прийти на мою любимую мозаику до рука звука галерея это один из моих любимых моментов итальянской жизни и хозяин кафе годы назад подарил мне прекрасную историю кафе которая была издана таким фолиантом и я ее потеряла в москве или где-то привезла и офисе она куда-то исчезла и потом прекрасно на вея москова помнишь было либре робе и либре книги и книги и платья это где все фраки всех дирижеров платья запищу заказ до того как готовая мода стала шиться это были индивидуального пошива вещи которые продавала букинисты помнишь меня всегда было стекло и помнишь это был всегда такая маленькая думаю обязательный адрес вот чтобы пойти и там я нашла еще раз этот фолиант история этого кафе звука потом прекрасная дыра норка где ты не встретишь туристов это тоже придут завсегдаты которые точно хотят поговорить или побыть вместе чтобы но не обязательно курьера до ласера сразу опубликовала это дачакома имеет бар арка в палаце реале в музей слева роскошный апероплакаты пятидесятых это абсолютно секрет плейс но теперь уже не секрет мы там можем теперь встретить когда-то это был помнишь трусарти с террасой я всегда хожу в ямайку на брейли ямайка это это вообще легендарно я застала ты знаешь сколько раз мадам предлагали продать ямайку и там до сих пор это же так сказать место где вся так сказать миланская а значит вся итальянская интеллектуальная элита все эти журналисты все писатели журналисты собирались и масса старых фотографий где сидят закинув ноги на столики по-американски так знаешь и сдвинув шляпы тогда еще носили шляпы и с сигаретами тогда еще можно было курить везде и и это конечно совершенно невообразимый образ этой самой ямайки рядом с которой один из самых красивых магазинов на свете магазин ричбе рикардо джинори абсолютно абсолютно но если ты пойдешь дальше это прекрасное здание курьеру дала сэра как ты знаешь и вия сольферино и если ты выйдешь на сан-марко сан-марко дом 2 я думаю мы бы там сели на долгий-долгий апперитив а потом на пинках на этих перевернутые ящики это чудесный винный магазин это оптовый винный магазин дед снабжал весь центр милана очень хорошими винами ромами да потому что ром очень ценят милане и карибский ром и южно-африканский ром центрально-африканский ром все это очень ценят и это было культовый напиток как ты знаешь ночная жизнь во многом была на роме в свое время коктейли с ромом и дед снабжал чем занимался отец я не помню но я его часто встречаю там и крестьяна да там подскажет легендарный омбра дельвина это место называется и не вина и внук теперь уже легендарный крестьяна открыл место для аперитива танцевали на столах внизу у дедушки в погребе все это заставлено алкоголем естественно не покупать его нельзя и он стал сервировать закуски потом это все легализировал получил лицензию теперь это очень красивый ресторан где действительно где все вкусы вся библиотека вин выставлена и это гранд марки это удивительный ликбез в то же время и но и при этом наверху ты можешь открыть шампанское ты можешь узнать все новинки вин все есть если тебе нужно действительно что-то найти то они тебе достанут это действительно такая биржа винная хорошем смысле этого слова и я думаю что мы посидели бы долго там но потом стали бы в очередь на авиамарка 24 22-24 потому что мэри не принимала до недавнего время резервации и никогда не брала наличные деньги теперь она берет наличные деньги о том что ее мэри я забрала наоборот не брала карточки не брала карточки да теперь она берет карточки и мэри всегда выгоняла людей когда и говорили ну как так на 7 лет я там 17 лет хожу и все время должен ждать как почему нельзя зарезервировать умер же да то муж мэри да что ты ни в коем случае нет все живы да да мэри говорил да не ходи вот какая очередь не приходите счастливцы могли сидеть на ящиках из подмороженного внизу и ждать и смотреть в рот тем кто есть там была на винтур там были все и мэри была строга но по-своему нас с леной комаровой она любила это было 24 23 декабря несколько лет назад года назад теперь уже и мы с леночкой шли по сан-марко и зашли к мэри чтобы просто поужинать она сказала да я уже закрываю и рождество все я уже закрыла все мы уже все 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 только поздравьте меня и я закрываю очень жалко мэри конечно наталья там все 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 будет прекрасно она догнала нас по улице и сказала заходите если я вас не покормлю у вас и рождество не наступит да но это был огромный респект это примерно как тетя рэй кавакуба которая но никогда не разговаривает даже когда она поздоровается это кажется что ты уже на 6 метров лучше сам собой доволен такой промо необыкновенный просто взглянула на тебя и ты уже абсолютно другой человек так вот а и она очень тайт все у нее всегда по часам и нельзя сказать она всем рада она всегда носит новый жемчуг это она ценит и всегда новые камни в ушках и когда ты делаешь этому комплимент она говорит ну да только ты можешь заметить кара это но другие даже но не видят что это что-то новое ну ты знаешь у меня всегда обычно я на работе обычно все очень скромно достойно лена комарова пишет что в последний день перед карантином она сходила туда я знаю леночка далее но мы не будем всем точно адрес называть потому что и так слышала какие очереди да щас то что дала уже название лотерея она просто написала лотерея очень много лотерея не спасет нет 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 лена знаешь все мои привычки да и однажды в обед опять таки мы сидели и нужно было уходить я знала что время приближается два тридцать нужно просто но быстренько уходить польпетта котлетки и помнишь и мэри не спешила и не прогонок не гнала нас и без 15 3 все было открыто и мэри волновалась она ходила по залу и так как-то но волновалась делала проход проход дефиле туда-обратно распахнулась дверь и вошел марио тестину и сказал мэри и тут я поняла деликатно что нам нужно уходить потому что будет фотосъемка мэри явно мужа уже не было мэри 1 позировала для марио тестину но это шикарная миланские истории больше мы ничего не расскажем если потом бы мы еще зашли в родецкий потому что одного аперитива в милане не бывает какая там жареная картошка на буфете это можно съесть пальцы а устрицы всегда круглый год и всегда свежи всегда а в туалет как нужно уметь спуститься какие нужно иметь способности да но это это секретные места круглый стол в родецкий помнишь я всегда за него сажусь и мы на улице потому что там ну стало слишком общественное слишком у на монеты первого да это правда ты помнишь я там жила но если бы ты хотел курить сигару мы бы с тобой пошли в эльбаретто ты был в эльбаретто не помню но знаешь знаешь в ясена то бальоли да вот там мальчики геннадий ну твоя шляпа все равно будет литр литр потому что это апгрейд милан пока так хорошо не живет как ты но а тем не менее типажи твои там будут все сидеть там можно курить в основной напиток водка из таких из таких косточковых рюмочек высоких на тонкой ножке ты знаешь что бальоли потратил когда было объявлено что там с какого-то с 1 января нельзя будет курить в барах в ресторанах бальоли потратил по моему 250 тысяч евро что по тем временам начало двухтысячных годов было значительные суммы и сейчас в общем не маленькая для установления там какой-то сумасшедшей системы кондиционирования и вентиляции тем чтобы получить лицензию какая-то специальная лицензия там при и остали когда 1 января наступило они оказались единственным баром города в котором можно было курить и все мальчики пришли к и они до сих пор там и когда мы говорим с ними когда мы с ними говорим о карантине они вздыхают и говорю что многие друг друга не видели потому что были в такой семейном заточении как они называют в семейном аресте может нас смотреть он не понимает по-русски про семейный аренд сказал арест казалон сейчас мы о нем тоже скажем и да и я разговариваю с ними когда мы этих уже давно не видели ой да я этих не видел ну не знаю будет ли эль-баретто это самая грустная нота при всем рассказе о двухмесячном заточении будет ли эль-баретто я говорю послушайте если мы все живы конечно эль-баретто будет первое что будет будет эль-баретто нам присоединилась и лена акутина и предлагает пойти в армане ну конечно почему же не пойти в армане наверх или вниз а наверх в армане прекрасно но леночка я пока еще в мандарин ориентал я к вам присоединюсь попозже я японского клёна сижу еще хочу быстренько зайти за подружками может быть булгари они там саду потому что но собачки хотят быть в саду кто же без собачки и потом мы обязательно придем к вам к армане заведем животных и обязательно придем леночка к армане единственное что я не знаю где взять парик в это время но но может быть может быть мне удастся как-то в общем преобразиться и войти в наше с тобой леночка настроение браво и цветочник на углу правда и армане фьори есть в этом что-то что армане фьори да будет принадлежать милану еще не было гостиницы армане еще так сказать только открылся этот центр на биомандзоне и первый магазин в который зашел был армане фьори армане libri и армане фьори два моих любимых магазина и я до сих пор помню что когда ты покупал книжки в армане libri тебе давали матерчатую фантастической красоты сумку я парочку сумок у меня до сих пор сохранилась я их использую наши они естественно качество армане и без сносу и и это такое вообще мелан же это еще и город книжных магазинов но вилла фильтренелли ты знаешь это фильтренелли это обязательный адрес да да и конечно же есть места где есть браканты где есть книжные антиквары знаешь когда я открыла как ты говоришь не первое издание твоего милана можно я тебе прочитаю что здесь записано до на первой странице но я вероятно проработала все твои адреса и сделала такой хит-лист сидишь да но кого естественно трусарди алла кучина дэля ланге это знаешь где прекрасно на рядом с корсакома а пантефер сколько мы с тобой но это был обязательный адрес наверное мы его нашли случайно у железного моста в не и это у нас приход я расскажу про этого ресторана потом позже там шефом абсолютно мы когда нашли этот ресторан с тани дело в том что тут туда за угол переехал знаменитый миланский модный магазин антониоли антониоли переехал за угол и мы шли в этот магазин антониоли мы постоянно рассказываем друг другу стане какие вещи из антониоли мы еще не распаковали ну например за 25 за 23 года да да так вот там как раз это на канал на на вилле в районе на вилле и вот ресторан альпун дэфер потому что то есть на старом миланском наречии у железного моста а знаешь почему на вилье мне сказал один миланезе который был моим большим увлечением он сказал ну ладно субботу я отвезу туда туда в район на котором ты даже не существ не знаешь ты знаешь что в милане есть каналы но это был двухтысячный год ровно я правда не знала что в милане есть как были каналы и что они есть что они доходили до брера это понять что они доходили до вия сульфирина это понятно но я никогда до дома да но и дальше сульфирина это дальше они еще выходить каналы каналы были прорыты для того чтобы доставлять мрамор на строительство дома да и поэтому когда я открыла эти каналы естественно мы с тобой уже нашли там вот эти особенные места назовем их так и с Леной Комаровой мы познакомились именно в этом мавзолее моды прости СП простите СВ и простите все другие прекрасные адреса но Антониоли был действительно но это было обязательное посещение правда да это было не по пути поэтому если мы уже выезжали в Антониоли Андрея Гарри Грант прервемся Чао Андрея Я должен показать тебе что я нашел сегодня И мы сейчас прервемся нас смотрит Андрея Гарри Грант о котором я рассказывала фотография 2001 год переверни ее пожалуйста Я вас расскажешь У нас с Таней есть любимицы, вот эти вот троица лучших на свете барменов. Вообще, надо сказать, что мы с Таней члены церкви поклонников итальянских барменов. И у нас есть три апостола. Это Марино, Андреа и Тони. Это были бармены в гостинице Кало Ди Вольте. Летом они были барменами в гостинице Кало Ди Вольте на Сардинии. Зимой они разъезжались от Санкт-Морица до каких-то других горных курортов. Но это были наши любимые... Вы знаете, что такое барменский класс? Может быть, он не мог смешать какой-то сложный коктейль? Они не были, и сейчас они... Может быть, мы не знали его заказать в то время. Мы заказывали, что они нам заказали. Это не люди с голыми лодыжками, и это не люди с... с funny look. Это не те, так сказать, это не... вот это вот... это люди, которые... вот смотрите, Андреа... Он классный, он классный, он хорный, сердцевый классный. Мы не видели его двадцать лет. Я видела его два года назад. Я видела его семь лет назад. Я не видел. Я говорила с ним по телефону. От телефона очень кон Андреа до Сардинии. Вера, Андреа. И брависсими. Верамент джентльмен кон коре, и густо, и кон классе. Ну, в общем, вот мы отвлеклись на наших любимых барменов, потому что... Скажи, Андреа, он не понял, что ты о нем хорошего сказал. Ну, ничего, потом мы ему объясним. Андреа, I'll call you, we'll call you back with Gennady. We'll call, we'll ring you back, and thank you so much. In love, and you're a gentleman with big heart, big class, and not comparable. My dear Gary Grant. Ну... Да, это... Это жизнь, Динарид. Это жизнь. У нас было множество историй, связанных с Андреа, с Мариной, и Тони. И это была часть... Интересная часть жизни. Интересная часть жизни. Для меня это была еще и работа. Да. Я помню, как тебе это... Ты меня не толкал в бассейн так часто. Это не я тебя толкал в бассейн. Ну, не надо. Я как раз хотел сказать, что тебя кинули в бассейн в твоих леопардовых босоножках Dolce & Gabbana. У меня никогда не было леопардовых. Да, конечно, после бассейна их не было. Нет. Во-первых, нам не надо был новый Dior, шаль шелковая, которая перестала быть Dior. Новый и шелковый, да. Да. И, во-вторых, это были, конечно же, Прады. Low. Это был другой класс. И леопард перестал быть леопардом, он стал мешуткой драной после всего этого. Хорошо, что тепло можно было и без этого обходиться. Да, Геннадий, это были прекрасные времена, и было очень весело, и было солнечно, и было тепло. И самое приятное, что мы все узнаем и сегодня друг друга. И в телефоне Андрея Гарригран. Это действительно сердце. Сколько мы видели других барменов, которых мы практически не вспоминаем, правда? Но это не только фото у тебя на стене. Покажи еще раз фотографию. Я забыла Антони, Тони. А класс, класс. Белый пиджак. Да. Браво. Брависсимо. Это, кстати, моя фотография. Это я снимал. Понятно. Я в мокрой шале тоже. Вполне в духе неореализма. Роскошно. Все, что ты делаешь, Геннадий, вполне в духе неореализма. Да. Поэтому... Да. Поэтому... Что ты нам рассказывал? Ты рассказывал про Пон де Ферр. Про Пон де Ферр. Это ты читала. Ты читала свой список. А, Пон де Ферр. Мы остановились на Пон де Ферр. Да. Пон де Ферр. Там... Это замечательный ресторан, который, наверное, первым в Милане вдруг отвлекся от такой традиционной миланской кухни. Ризотто ла миланезе. Котолета ла миланезе. И так далее, и так далее. И вдруг стал делать что-то другое. Что-то то, что сейчас модно. А все было дело в том, что шеф-повар этого ресторана, Матис Пердома, уругваяц из Аргентины... До сих пор глазам больно от его красоты, Геннадий. Когда он выглядывал из окошка, глазам было больно. Потому что мы были, конечно, его поклонниками. А потом они получили мышленскую звезду. А потом он ушел и в прекрасном миланском особняке открыл свой собственный ресторан. Очень классный ресторан. Где интересно, что там тебе приносят меню. Ты открываешь папку, а там внутри зеркало. И только несколько слов. Расскажите нам немного о себе, и мы подадим вам меню, которое будет похоже на вас. Браво. Вот видишь, к чему приводят навыки моего small talk. Я не была в этом, не бывала в этом ресторане. Но уметь рассказать о себе надо. Особенно в Милане. Да, несмотря на блонд и каблуки, все равно нужно уметь о себе рассказать. Иначе ничего не получится. Правда? С велосипедом. Ты без велосипеда. Этого аксессуаров недостаточно. Поэтому откуда вы, это важный вопрос. И что? А где находится этот особняк? Я даже никогда не слышала об этой... Ты знаешь, редко со мной такое бывает. Я не могу вспомнить название ресторана. Оно очень простое, на букву А. Я не могу вспомнить то ли акварели, то ли акченти, то ли что-то в этом духе. И я потом вспомню и расскажу. Не сегодня, так в следующей нашей встрече. Это совершенно замечательный. Матья Спирдома также прекрасный. Уругвайц. 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 И это сразу расположило меня к нему. Потому что вы знаете, что я обожаю Уругвай. И это мое фактически любимое направление на свете. Это даже... А, я вспомнила, как я впервые попала в Фонда Ферр. Я вспомнила. Это была опять-таки сила консьержа. Контрасты. Спасибо. Называются контрасты. Но я же сказала на букву А. На букву А, Геннадий. А и Б. А и Б. Конечно же, на букву А, Геннадий. Но и в шляпе, и и без шляпы. Спасибо. Спасибо. Это шикарно. Влага. Я хочу прям тост поднять за наших зрителей. Это огромное удовольствие. Скажи, вчера я долго не могла заснуть. Послушай, а Кутина требует, чтобы мы сказали, в чем же класс барменов. Потому что мы не договорили. Она хочет, чтобы мы раскрыли все наши секреты. Елена, по-моему, Геннадий показал фото этих барменов. Оно не говорит само за себя. Да? Елена, вы думаете, этим людям нужно еще помимо ловких рук им нужен еще какой-то класс? Класс в добром теле. Если говорить, если, так сказать, говорить серьезно, бармен это психолог. Это психотерапевт. Это человек, который помнит все на свете. Это не человек. Во-первых, имя человека. Он обращается по имени. Ни Аморе, ни Кара, ни Обелиссимо, Козе Обелиссимо. Нет. Он помнит имя. И когда я сегодня Гарри Гранту сказала, ты помнишь Геннадия Джозефа, я уже стала давать преломление итальянское. Он сказал, конечно, помню. Я видел его в Сан-Морице последний раз. Да, он помнит. Те люди, которые на его, в его скупе, он все помнит. И все. Он не удивился моему звонку. Обычно. Ну, мы, правда, действительно. В чем его класс, Елена? Его класс в том, что он не спешит. Он не отвлекается от разговора с тобой. Хотя туда приходит Мистер Икс, лодка которого вылезает за все пирсы отеля. И он стоит и ждет у меня за спиной. И Андрея работает со мной. И после этого он обращается к нему. Да. Это класс. Они никогда не спешили. В них никогда не было ни свежей вот этого тужурка. Была всегда белосмерка. Никогда не было суеты. Да. Ботинки были impeccable. Им никто не выдавал обувь. В Сардинии никто в экипировку не выдает обувь. У них были безупречные ботинки. Безупречные. Они выглядели безупречно. У них были безупречные прически. У них был хороший английский. И они помнили все имена. И они никогда не сплетничали. Они хохотали. Они не задавали никогда лишних вопросов. Никогда. Они были ремесленниками. Золотые руки. Это их ремесло. И действительно. Один из еще одних ремесленников Геннадий. Которого я тоже обещала сегодня вспомнить. В саду которого забыто мое миланское сердце. Потому что моя всегда история была жить в саду. Желательно там и работать. Поэтому кое-кто перекрыл свой внутренний двор. В надежде, что мне там понравится. Но потом все-таки дешевле было это превратить в контину. И принимать там гостей. Не моих, а уже гостей за деньги. И тавло коммунале. Помнишь, когда мы купили румынский наборный стол. Марки 3. Румынская. Который вписался в этот красивый двор. Необыкновенно. Все лучшее румынское. Обувь, как мы знаем. Все, что кожа. Марки 3. Дерево. Это, конечно же, Румыния. И это была сенсация в жизни человека. Тавло коммунале. И это называется теперь мой стол. Типи. Стол Типи. И да, я думаю, что нам его всегда накроют с тобой. И мой приемный сын, как ты слышишь, преуспел. Не знаю, смотрел ли он фильм «Жигало», но если я ему подскажу этот фильм, он может обидеться. Поэтому это sensibility. Это мы не будем обсуждать больше темы, ты знаешь. Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Но за деньги, за афферитив… Что ты? Чему ты учишь? Чему ты учишь? Да, деньги на дринк. Нас всегда обслуживают. Сиси-кафе, помнишь? Кондитерская «Сан Аброджо». Не знаю, Геннадий, я боюсь, что сегодня мне тоже не предстоит заснуть. Это, действительно, эти секретные дырки. Я еще многие не называю. Илья Моцарт, Виланеки. Это я тебе даже не буду рассказывать. Потому что тогда мы не сможем нигде уединиться. Но мы с тобой никогда не сплетничаем на наши воспоминания. У вас, Геннадий, настолько большой город, что мы всегда найдем там место для уединения. И таких мест там много. Помнишь, ты жил в актере «Сэнато»? Да. Абсолютно великий город. Великий. А помнишь, ты жила на «Антика Локанда Сольферино»? Там и началось. А «Антика Локанда Сольферино» подсказал мне еще один джиголо Милана. Он сказал «Моя подружка, презентер Тиву, не Тиви в Милане, а Тиву, телевидение. Я еле догадалась, что такое Тиву. Презентер Тиву. Она имела этот второй этаж, который расселила и превратила это в отель. Тиву. И одна моя московская подруга, Татлер Гем, но тогда еще не было Татлер, но она уже была… Уже были Гем, да. Она сказала «Здесь нет лифта». Я говорю «Танечка, здесь всего полэтажа». И она сказала «Здесь нет лифта, я не буду». И хорошо, что она не стала. Знаешь, люди говорят «Мне Милан не нравится». «Ой, в Венеции». Я говорю «Слава Богу». Я говорю «Слава Богу». Я надеюсь, что вы больше никогда не приедете. Правда. Не нравится – не нужно. Никто не пропагандирует. Не нравится. Часто дождь. Каналы пахнут. Все. Не приезжайте. Комары. Комары. В Милане комары. Комары. В Милане комары. И так сыро. Поэтому сейчас, когда распустятся все наши с тобой гортензии… У меня здесь и Ирис, и Геннадий. Сегодня я сделала… О, Боги. Ну, Мальцев винный. Мальцев подходит на всего. Мальцев на все случаи. Ты всегда разная. Да. И я как-то иду… Как раз это был 2000-й год. Я пишу книжку. Я иду по Виа Сольферино. Прохожу как раз мимо… Мимо Антикалакандо. И мне кто-то кричит с балкона. Геннадий. Поднимая бокал. Это была Татьяна. Я поливала цветы. Да. Это отель, в котором ты можешь снять балкон… Первое издание вышло в 2001 году. Как раз, значит, я писал его в 2000-м. В 2000-й год. Весна. Да. Да. И… И я немедленно, конечно, поднялся на второй этаж. Но лифта не было, Геннадий. Лифта не было. И я помню, что дверь примерно осталась у тебя в руках. Потому что там, в общем, было все немножко… Я говорю, шаби. Не было. Да? Ну, у меня какие-то воспоминания вот такие. Ну, это была дорогая бедность. Нет-нет. Шаби не было. Шаби не было. Стоит он никак шаби и… Нет. Ну, сколько людей, столько мнений, но не шаби. И сейчас там были маленькие интервенции. И они поменяли санузлы и многое сделали. Завтрака нет. Тебе его по-прежнему приносят в постель. Из лучшей кондитерской это все приходит. Это… Там, наверное, что, восемь номеров? Да. Одни больше. Утри в отбор. Нам, собственно говоря, ничего больше и не нужно. А завтрак исходить… Какой балкон? Какой винный магазин был под балконом? Это… Он и есть напротив. Институт. Да. Институт вина. И Ридель я изучила наизусть именно в витрине этого магазина. И, в общем, этот угол всегда на моей тропе, куда бы я не отправлялась. Мы никогда не ходили в это модное место, как это называлось. Вспомнишь, сицилианец держит на углу здесь такое модное место. И… Ну, даже не знаю, как… Я не забываю. Ну, там Радецкий на углу. Потом у нас с тобой есть еще пару адресов там на Сальферино. И… Нет, у нас, дорогие друзья, нас еще на много миланских эфиров хватит, потому что мы можем рассказывать о Милане многое. И… Ну, сейчас звучит как будто мы даже в музее не были. Картинки я тебе не привозила. Ну, не музеи из галереи. Тут как будто… У меня было след заданий. Я расскажу только одну, так сказать, историю абсолютно миланскую, абсолютно музейную. На улице Брера есть выдающийся музей Пинакотека де Брера. Одна из двух миланских Пинакотек. И в прекрасном… Потому что там есть… Там же еще и Академия Дель Брера, учебное заведение, основанное австрийской императрицей для обучения молодых художников. Так вот, прямо посреди двора Пинакотеки стоит памятник, скажем так, обнаженному мужчине, который своял знаменитый итальянский скульптор Антонио Канова. И обнаженный мужчина изображает Юпитера. Но на самом деле в его… В образе Юпитера изображен Наполеон. Наполеон, как известно, сделал Милан столицей своей Цезальпинской империи. То есть империи, которая за Альпами. И когда памятник открылся, Наполеон устроил страшный скандал. Страшный скандал. Канова впал в немилость, потому что Юпитер по обычаю античных скульпторов был изображен с маленьким пенисом. Наполеон был в бешенстве. Это абсолютно миланская история. Наполеона уже нет, Кановы нет. А Наполеон во дворе Пинакотеки де Брера с маленьким пенисом стоит до сих пор. Только за этим стоит зайти в этот прекрасный кортиль, в этот квадратный двор, который любит моду, который любят все, которые в хорошую или в плохую погоду. Это одна из самых красивых улиц, где наша Ямайка и Пинакотека. И затем дойти до, помнишь, Кафе Верди, где всегда подаются афиши и плакаты стариков. А ты знаешь, что в Кафе Верди был изобретен коктейль Россини? Да, знаю. То есть Пинакотекино с клубникой. Да. И именно в Кафе Верди моя соседка Бультерьер по кличке, помнишь, моя соседка Бонавентура Кавалери, принесла с собой эту картинку. Она могла бы мне передать ее на лестничной клетке. И она написала, что это Аудро Перно, оттуда ее дедушка из Перно, из Эстонии. Они тоже балтийские немцы. И мы встречались с ней на площадке Бонавентура Кавалери Сей. Помнишь, мой балкон с Джельсамино, с Жасмином вот этот. И она всегда до 10 утра громко слушала Верди. Это слушал весь двор. И она была фанат Верди. Она была абсолютно про Верди. Помнишь ее таксу и все это вместе. И это была акустика внутреннего двора. Если в Петербурге колодец, то здесь просто труба внутренней, просто внутренние коммуникации. Это было эхо. Я могу в жизни забыть все. Но я никогда не забуду этих счастливых дней. Помнишь, моя анфилада комната? Это Бонавентура Кавалери, которую мы любили. Эту квартирку. И Сабрина ее звали. Она была антиквар. Сабрина. Которая дала мне очень много уроков. У нас были с ней такие смешные истории. Когда мы с ней ржали. Разные наблюдения мои над миланскими дамами. Которые, например, собаку назвали Дики. И кричали на всю улицу Дики. Дики. Но они не понимают, что такое Дики. А Сабрина абсолютно. Она, конечно, жила в Америке. Она из очень хорошей семьи. Из Луки, кстати. Ее мама живет на Вилетте в Луке. А Сабрина занимается своим промыслом антиквариата между Австрией и Миланом. И когда я рассказывала, что дама обращалась, громко кричала. И обращалась Дики-Дики. И это было действительно дико смешно. Она сказала, что это должна принадлежать Милану. Обещаю, что ты никогда не уедешь. Я буду скучать. Когда я увижу любую собаку, я буду так же смеяться. И она как раз говорила, как не давать собакам аперитиво. Они так и не узнают, что мы едим. Так что я говорю, я тебя вечером накрою. Когда Франку накрою, приходи. Будет тоже сухой корм. Так что это действительно шикарное воспоминание моей жизни. Была бы ли я так счастлива в Милане сейчас, когда у меня был бы свой проект, я могла бы много путешествовать. Я никогда ни о чем не жалею. Но я очень хочу с тобой оказаться в Милане. Ты знаешь, Милан, для меня города делятся всегда на тех, в которых я мог бы жить и в которых я не мог бы жить. Милан – это точно город, в котором я мог бы жить. Я учту это, Геннадий. Ириста Милана. Можно? У меня к тебе просьба. Мне так хорошо сегодня во время этого эфира. Давай завтра продолжим. Вот это? Док. Ну, во-первых, да, у нас остались недопитые бутылки. И, слава богу, у нас есть хорошие… Тревиза, мы еще отревиза. Да. У нас есть хорошие крупки. Давай в Венеции. Доедем от Милана до Венеции. Ну, мы продолжим. А там уже куда нас заведет. Да. Давай перекличку. Перекличку. Перекличку уже не успеем, потому что сейчас все закончится. Но я должен последним усилием сказать Лене Акутиной и Инне. Я уже не помню, Инна работала в Меркурии или нет. Но лучший бармен, которого я видел в Москве, был привезен на открытие Армании в Третьяковский проезд. Это человек, который делал мартини. Я не знаю, он был из Милана наверняка. И он наливал водку или джин, я уже не помню. И у него была такая груша, такая клизма с мартини. И он так сверху каплю… И она падала внутрь в этот самый коктейль. И он давал бокал. Это было… В Москве никогда ничего похожего, ничего столь класси не было. И я думаю… Лучшие бармены родились на озере Кома. Там лучшая школа барменов. Вилла Симиус в Сардинии. I mean it. И на озере Кома. Поэтому это два полюса, где рождаются и где получают свои классы. Все эти люди, которые нам с тобой нравятся. Я тебя целую. Я переключаюсь на частный урок. Постараюсь быть вежливой. Постараюсь донести его до конца. До встречи завтра. И мы продолжим нашу любовь к Италии. Я amo. Аморе. Чао.